Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. Я решила заказать себе роллы. Немножко приболела на самом деле и захотела себя побаловать. Взяла из доставки, которая была ближе всего к моему дому. И вы знаете, мне доставили за 20 минут. Очень-очень быстро. Но роллы не такие крупные на самом деле, но выглядят аппетитно. Будем сейчас пробовать. Также вчера взяла себе большой кусок красной рыбы. Однажды, по-моему, во влоге, когда я вам показывала, все были в шоке, как у нас дорого стоит красная рыба. Не знаю почему, но вообще, в общем, морепродукты у нас стоят дорого, к сожалению. У нас здесь Филадельфия, Калифорния, Аляска. Роллы с сушеной рыбкой. Ой-ой-ой, что я натворила? Сон такой мне ужасный приснился. Еще меня разбудили. Разбудили достаточно рано. Ну как рано? Рано, наверное, для меня, потому что я поздно засыпаю. Вечером люблю сидеть, монтировать или рисовать бумажные сюрпризы. И вы знаете, меня разбудило трудовое агентство, в котором я была много лет тому назад, когда искала работу. Я обращалась к ним, и вот столько лет они постоянно мне звонят с периодичностью где-то в полгода и спрашивают, нашла ли я работу. Каждый раз я говорю, что нашла, удалите меня из всех баз. Но все равно они продолжают мне звонить. Причем, вы знаете, когда я действительно нуждалась в работе, очень хотела ее найти, они взяли деньги за регистрацию, причем брали деньги у всех. И мы подписывали какую-то бумагу о том, что вот эти деньги за регистрацию, если даже работу они мне не найдут, она не возвращается. И мы как бы заплатили, думаем, ничего страшного, зато у нас будет работа. Мы туда шли с подругой. Это уже когда заканчивали четвертый курс, почему-то в тот период. Все пытались мне объяснить, что работу найти очень сложно. Вот ты учишься на экономиста, ты знаешь, сколько сейчас к экономистам. Ни у кого работы нету. Все вот с дипломами таксуют. Я почему-то была убеждена в обратном. Я всегда спорила с этими людьми, точнее с моими родственниками, которые мне это говорили. И они говорили, вот закончишь ты универ, вспомнишь нас. Я, как и многие из вас, люблю искать выгодные предложения, когда идут за покупками. Я стараюсь искать акции, скидки на товары, чтобы сэкономить. А еще не так давно завела себе карту Тинькофф Блэк. И это было одно из лучших решений, чтобы экономить. Ведь по ней можно получать кэшпэк с каждой покупки в реальных рублях. В приложении я выбрала наиболее популярные для меня категории кэшпэка. И получают до 15% за выбранные заранее категории трат. И до 30% по спецпредложениям, которые можно найти в приложении банка. Кэшпэк возвращается на вашу карту Тинькофф Блэк один раз в месяц в реальных рублях. Так вы можете экономить деньги с каждой покупки. Если возникнут вопросы, то поддержка банка обязательно вам поможет по телефону или же в приложении в чате 24 на 7. Ссылку я вам обязательно оставлю, она будет в описании под видео. Переходите обязательно и заказывайте себе карту, пока действует акция. Не упуская свою выгоду, чтобы получить кэшпэк рублями за все и экономить каждую покупку. Мне, наверное, в большей степени хотелось им доказать, что вот, посмотрите, какая я молодец. Я сразу нашла работу. Я прям активно начала искать, как только закончила универ. Я даже не получила диплом. Я уже вовсю искала себе работу. Пошла я в это трудовое агентство, записалась и свой поиск не продолжила. Я почему-то была уверена, что они прям найдут для меня нормальную работу, потому что они мне сказали, что вакансий у них куча. На одно собеседование они меня все-таки отправили, но я абсолютно не подходила под параметры. И даже девушка, которая работала в HR, она не понимала, почему меня отправили на вакансию, где свободное владение английского языка. То есть они как бы для галочки, чтобы показать мне. Вот мы тебя отправили куда-то, отправили. В общем, вот эту фиксированную стоимость за регистрацию мне так никто не вернул. Таких, как я, людей было много. Все приходили, регистрировались. Мне кажется, каждый день человек, минимум 20, приходили, чтобы зарегистрироваться в поисках работы. В основном это были те, кто заканчивали универ, потому что это был уже конец учебного года. И вот студенты пытались себе что-то найти, потому что меня уверяли, что без опыта работы тебя никуда не возьмут. Работы нет, жизнь очень сложная. Ты еще не видел реалии, жесткие жизни. Если вы думаете, что они чисто брали деньги только за регистрацию, нет, с первой твоей зарплаты ты как бы должен заплатить 50%. Если работу все-таки они тебе дадут, еще плюс такой момент. А вдруг я месяц отработала, а потом мне что-то не понравилось, к примеру. Или, например, здесь не отработала, а тебе что-то не понравилось. Что делать в таких случаях? Вот мне очень интересно. В тот момент я об этом не задумывалась. Мне просто хотелось получить новый опыт, где-то поработать, посмотреть на свои способности. Подождала я где-то месяц, на единственное одно собеседование меня отправили. И все, собственно говоря. И вот тогда я решила искать работу самостоятельно. И это было лучшее решение в моей жизни. Вам тоже советую. Я просто взяла компании, в которых я бы хотела работать на любой вакансии, неважно, потихоньку, карьерный рост. Я бы хотела выстраивать именно в этих компаниях. Я вот выбрала их, нашла мейл их HR и отправляла CV. Сама самостоятельно составила очень хорошее CV. где-то прописала, какой вуз я закончила. Школу, в которой я училась. У меня был частный вуз. Я просто в один вечер села и отправила свое CV буквально в 30-40 компаний. И буквально на следующий день мне начали звонить, приглашать на собеседование и так далее. И вот здесь я допустила ошибку, про которую сейчас вам расскажу. Сходила на несколько собеседований. И первая компания, которая мне предложила работу, я согласилась. Я пришла на собеседование. Со мной сначала пообщались. HR. Ее свалили так же, как и меня. И, в общем, она мне дала тест, состоящий из 20 вопросов. Или из 25, точно не помню. И сказала, что можно сделать только 5 ошибок. И все вопросы были по математике. Как сейчас помню, это были логарифмы. Пару заданий на логику. У нас было два мальчика. Я одна девочка у меня, знаете, и в универе, и когда я поступала, всегда математика просто шикарна была. Меня даже однажды, знаете, обители сказали, вот у тебя математика так хорошо. Обычно математику знают хорошо те, у кого мозги варят. Странно, что ты так много математики написала. Клянусь вам говорю, мне это однажды учительница сказала. И мне так обидно стало. Ну, в общем, я написала правильно. И мне сказали завтра. То есть в тот же день все это произошло в один день. Проверили, мне сказали, что столько правильных. Получается, два моих конкурента не справились с заданием. Но вопросы были нелегкие. Просто я безумно всегда любила математику. Я до сих пор помню, как решаются логарифмы. Тригонометрия. Не знаю, это прям самое сердечко. И она проверила. И такая говорит, завтрашнего дня вы можете приступать к работе. Я, так знаете, немножко была в шоке. Я получила работу помощника директора. В очень крутом, огромном магазине. Трехэтажный магазин. Работа с проблемными клиентами и все остальное. Для меня тогда это был невероятный экспириенс. Я благодарна этой работе, потому что я очень много нового узнала. Меня просто ничего не требовали. А то, что я не знала, меня учили. Показывали, как оно надо. Я просто записывала, дома сидела, учила. И все это программа 1С и все дела. Но я где-то 3 дня или 4 работала. Мне позвонили из другой компании. В которую я очень хотела попасть. Но там была проблема в том, что меня приглашали не на работу, а меня приглашали пока что на собеседование. Я не знала, что ответить. Я сказала, что я им перезвоню. И посоветовала с подружками. И как бы они тоже сказали, ну как бы ты уже начала работать как-то нехорошо. Уже 4 дня они тебя обучают, тратят свое время. А тут как только выходит новый вариант, ты убегаешь. Это чисто некрасиво с твоей стороны. Поэтому лучше уже остаться, продолжить работать здесь. Я подумала, действительно как-то некрасиво. Но вы знаете, когда вас увольняют. Правда, меня не увольняли никогда, скажу вам честно. Но я видела на примерах других. Когда вас увольняют, люди не думают о том, что красиво это или некрасиво. Где вы будете работать? Сколько лет вы отдали от этой организации? То есть люди абсолютно об этом не думают. У них просто сокращение, к примеру. Ты остаешься один на один со своими проблемами. Сам должен их решать. Сам должен выбираться из этих кредитов. И всего остального. В этой жизни ни о чем никогда не нужно жалеть. Но возможно, если бы тогда я ушла в ту компанию, сложилось бы как-то иначе. Хотя все равно сейчас я работаю чисто на себя, понятное дело. Но это тоже был очень интересный опыт в моей жизни. Работа с проблемными клиентами. Работа с проблемными клиентами. Кто-то покупает телевизор, через год приходит, что у меня не работает пульт. А на телевизор гарантия 3 года. Почему не работает мой пульт? Почему не работает мой пульт? Вы мошенники здесь. Как объяснить человеку, что пульт не входит в гарантию? Потому что ты можешь просто кинуть об стенку, например, или сесть на него, или разбить его. Да все что угодно может произойти за год с пультом. Работа с проблемными клиентами – это невероятно интересно. Ты решаешь их проблемы, ты пытаешься им объяснить что-то, на тебя кричат, ты пытаешься вести дискуссию, вести ее нормально. И это была моя первая полноценная работа. Хотя, когда я училась в универе, были предложения там на полставки помощником бухгалтера, в банк на полставки. Я очень хотела пойти работать, но папа всегда говорил, ты учись, поработать ты успеешь. Но я считаю, что это мысли опрометчивые, надо уже себе подготавливать почву, пока вы учитесь в универе. На этом все, мои хорошие. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.